Всем огромный привет! Очень рад быть снова с вами и как всегда продолжаю рассказ моей следующей прочитанной книги. Кому интересное видео, приятного вам просмотра. И если вы помните, я говорил, что я сейчас решил перечитать все книги, которые у меня есть, от Софи Джордан. Очень нравится мне эта писательница. Я от неё в восторге, потому что у неё просто-напросто шикарные романы. Каждый раз читаешь, и каждый раз читаешь в захлёб. И такое ощущение, что ты не читаешь книгу, а такое ощущение, что ты смотришь фильм. И такое ещё плюс ощущение, что ты находишься именно вместе с ними. Как-то вот так всё как-то легко и читается, и так легко как-то вот и какие-то вот мелькают картинки. И как-то вот именно всё очень-очень интересно. Я просто всегда от её книг в восторге. И я сейчас полным ходом вижу, у меня конкретный какой-то ажиотаж. Я сам себя в шоке, что у меня книги просто уходят на ура. Я думаю, боже, главное, чтобы не так не было, как когда-то. Что я читал, 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 а потом резко, хопа, прекратил. Не хочу я больше читать, и всё. А тут у меня такое же самое желание, вот читать, 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 читать. И получается так, что я прочитал книгу «Герцог покупает невесту». Вот, и я же говорю, что я эту книгу прочитал всего лишь за сутки. Я же говорю, у меня просто книги сейчас расходятся, как горячие пирожки. Я просто книгу за книгой читаю. Я в недоумении, я прям так думаю, боже, это на меня не похоже. А оказывается, что всё-таки вот что делает карантин. На карантине, наверное, всё, что хочешь, будешь делать. И как раз вот именно благодаря, наверное, карантину, я опять всё-таки полюбил читать книги. Вот как-то вот у меня сейчас такое вот желание всё читать, читать, читать и не останавливаться. Вот вы представьте, я просто в шоке. Так что давайте приступим. Расскажу, конечно же, историю именно вот этой книги. Сразу, да, такое вот прям заманчивое название книги «Герцог покупает невесту». Да, я думаю, боже, что там такое может быть. Но, по сути, конечно же, с одной стороны, это жесть полный. Потому что я понимаю, что раньше такого даже не происходило. Это был как-то шок. Ну, просто как-то так вот поступки такие были. Ну, это ладно, это потом я уже вам расскажу. Как всегда, всё происходило. Это, ну, что хочу сказать, что именно Софи Джордан, если пишет какие-то романы по поводу тех времён, то у неё романы всегда идут. Это именно Лондон, это разные деревушки, да, и также это Шотландия, Швеция. Вот именно такие какие-то вот у неё более-менее все почти одинаковые какие-то вот города. И плюс также места разных посёлков, да, именно вот таких вот деревушек. И получается, что книга начинается из Маркуса. Маркус – это граф пятого поколения. И тут он просыпается и понимает, что что-то здесь не то. Он просыпается и понимает, что он спал лицом в лошадином навозе. Я когда читал, думаю, ничего себе, очень интересное начало. Уже начинаем с лошадиного навоза. Думаю, о-о-о, значит, думаю, всё, что-то должно всё-таки быть интересное. Вот, когда он именно проснулся, он не мог определиться, что случилось, почему он вообще в лошадином навозе, как он здесь вообще оказался, и вообще не понял, где он вообще находится. Когда он посмотрел, он понял, что он находится в конюшне и слышит, что угол деток. Детки, короче, смотрят в щели, на него смотрят, там и с него прикалываются, ржут. Вот, потому что, конечно же, это же детки, им всем весело смотрят, что какой-то дядька лицом в какашках спит. И, конечно же, тут же и прикалывались с него. Он, когда вот именно встал, у него голова квадратная, скалывается и понимает, что именно конюшня закрыта. Как вообще с конюшней выйти? Тут резко открываются ворота в конюшне, заходит мужчина такой прям весе, такой прям массивный. Вот, сначала, как всегда я говорю, сначала заходит живот, а потом мужчина заходит. Вот, и сразу он говорит, ну что, ты уже проснулся? Ну, знаете, это как-то не на вы, а как-то ты. Он, да, вообще проснулся, вообще, что я здесь делаю? А ты что, не понял, что вчера произошло? Он говорит, нет, не помню, а что вчера произошло? Ну, ты же вчера же был в баре. Да, я был в баре. Ну, вот ты как раз там сидел, отдыхал, ты пристал к официантке. Вот, и после этого началась драка. И, короче, ты там много чего разгромил именно в баре. И тебя, конечно же, отправили в конюшню ночевать. Он так подумал, говорит, во-первых, я же, ну, так более вспоминал, говорит, во-первых, я к официантке вообще не приставал. Во-первых, официантка приставала ко мне, потому что она пришла, принесла мой заказ, села возле меня, всунула руку в карман и начала теребить мужское достоинство. Так что он вообще к ней не приставал, вообще она приставала. Но, понятное дело, что никто его не слушал, и, понятное дело, что все-таки оказался он крайний. Он дает, мужчина этот, его портмонет, типа говорит, тебе просто-напросто повезло, что у тебя были деньги, что, типа, с тебя сняли ту сумму, которую ты, типа, разгромил, типа, бар. Вот. Он, конечно же, потому что, если бы у тебя не было денег, то тебе бы плохо бы жилось бы, потому что ты бы работал бы здесь до тех пор, пока бы ты не рассчитался с этим всем. Вот. Он взял этот портмоне и просто прекрасно понимает, что что-то он очень какой-то легенький, как-то вот похудал этот портмоне. Вот. Так что он так понял, что крупную сумму оттуда взяли, но он также за это не переживал, потому что у него еще тоже были деньги. Вот. Ну, он всегда, как он говорил, что он деньги прятал, именно одну сумму он прятал себе в сапог, в каблук, а вторую сумму он прятал именно в плащовку, именно в подкладку, в плаща, чтобы именно, как он постоянно где-то странствовал, да, чтобы, если что, какие-то будут разбойники, чтобы, конечно, они не нашли эти деньги. Вот. Но его выпустили, он взял свою лошадь, вот, и, короче, он гордо поднятый головой сел на лошадь, и, короче, он уехал именно с этого заведения. Вот. И он сказал, что больше он всегда никогда в жизни больше не вернется и даже не будет у него желания. Тут, получается, уже, он себе поехал, всё, тут продолжается уже история про неё. Это была Элис, и она, ну, вообще, она, как говорится, она была сэрота, потому что, когда она была ещё очень маленькой, у неё умерла мать. Когда ей стало 15 лет, умер отец. Но она очень была хорошо воспитана, она очень хорошо читала, она хорошо считала, она знала несколько языков, и, как и французский, хорошо знала, потому что у неё отец был учителем, и, благодаря вот этому, он её обучал всему, из-за этого она очень была грамотная, и даже не скажешь, что она была деревенская барышня, потому что все деревенские барышни, они были все неграмотные. А она вот именно, и всегда её все именно прозирали тем, что она, типа, умная всех, типа, что... Ну, таких, конечно же, никогда ненавидели, потому что считали, что она самая умная, все тут, типа, тупые. Хотя она, конечно же, этого никогда не показывала, она очень была скромная. И получилось так, что, когда отец умирал, Элис знала прекрасно, что он всё-таки умрёт, потому что какая-то там была очень такая, прям, смертная болезнь. И он решил, короче, у него был друг, но друг такой тоже был уже пожилой, и он попросил, чтобы он забрал её к себе, вот, когда он умрёт. И то есть согласился, типа, обязательно всё будет хорошо. И когда вот отец умирает, этот же друг забирает её к себе, и получается так, что она уже встаёт его, типа, как жена. А ей тогда всего лишь было 15 лет, вот, но уже она была жена. Но, что хочу сказать, что этот мужчина, он её не трогал, она, ну, именно в том плане не трогал именно по поводу постельных сцен, типа, что к ней по поводу этого он не касался. Она была как домохозяйка. Она и убирала, она и была именно, ухаживала за детьми, потому что у него тоже жены не было. Но она умерла, было шестеро, да, шестеро детей. Вот, и она, короче, всех, понятное дело, что воспитывала, ухаживала за ними. И также она ухаживала за хозяйством, это за коровами, ну, короче, всем этим хозяйством, которое у него всё было. И плюс она ещё занималась его бухгалтерией, вот, в таком вот роде. Короче, она была везде, и, короче, без неё, наверное, было бы плохо всем. Вот, и получилось так, что уже пришла пора, всё-таки, там тоже была такая вот у них договорённость, что когда уже дети вырастут, что она уже будет свободная. И может, будет потом уже, просто-напросто спокойно, она может уйти. Ну, так как уже понятно, что дети уже повырастали, уже все были взрослые, уже некоторые, и повыходили уже замуж, уже мали и своих детей. И тут она уже очень, с такой вот именно огромной радостью, она такая уже была довольная, она уже собрала свои чеманданы, конечно, там был маленький чемандан, там не было у неё там много каких-то одежд, ещё чего-то, там более были отца какие-то предметы на память, и мамы, и некоторые предметы были на память, всё. И больше у неё такого вот прям не было. Вот. И она надеялась, потому что, ну как, она знала, что она поедет в Лондон, потому что перед этим, когда она уже знала, что она будет уходить от этого своего, типа, мужа. Вот. И она в детстве очень дружила с одним мальчиком. И они как-то вот так сдружились, всё, а потом, типа, что какая-то вот проснулась любовь. Хотя она не могла сказать, что она его так прям сильно любила, но он её вроде, он её любил. Вот. Ну и также, что, да, были поцелуи, и всё. Он, конечно же, склонял её, плюс ещё к интимности, но она отказалась. Он, типа, говорил, что давай мне, типа, тут ничего нету страшного, всё равно ты будешь моя, ты будешь моей женой, и так дальше. Так что, её, короче, вламывал. Но она, она была очень умная, она прекрасно понимала, что слова словами. Вот. Хотя она, конечно же, ему очень сильно доверяла, но всё-таки она отказалась. Ну и тут так получилось, что он ей пообещал, что когда уже будет она выходить, то, конечно же, когда будет там, и у них постоянно там какой-то вот день, был, короче, на ярмарке именно был, эм, этот, скажите мне, я вам скажу, эм, боже, как оно правильно называется, вот видите, за головой выбило. Ну, короче, когда продают вещи, да, типа, что стоит, типа, с молоточком, типа, кто больше, типа, заплатит за какую-то вещь, типа, в таком вот варианте. Вот я не могу просто вспомнить, как это называется, аукцион, всё, вспомнил, господи, милый. Вот, и как раз, когда будет происходить аукцион, типа, чтобы она подошла туда, он будет её ждать там, и, короче, они вместе сядут на пароход и уплывут в Лондон. Вот, она же, конечно же, была счастлива, она очень-очень сильно хотела в Лондон, потому что её покойный отец рассказывал о Лондоне, когда он там был, он именно говорил, как там очень классно, что там и много разных ресторанов, разных магазинов, разных библиотек, разных книг, потому что она очень любила читать. И как-то вот у неё своя какая-то была фантазия по поводу этого Лондона. Мне она говорила, что только она уйдёт отсюда, она сразу уедет в Лондон. И тут получается, что она очень счастлива, она уже идёт же на ту ярмарку и прекрасно понимает, что она его ищет и не может его найти. Тут получается, что как раз вместе и был ещё её ж муж, вот, с которым она же вот это жила. И она спрашивает, а где же ж, я забыл, конечно же, как его зовут, Райбл её вызвали, или Райбл, и как-то его так как-то звали, интересно. А он говорил, что его же нет, он уехал. А она говорит, как он уехал? Говорит, а он вообще, как же, очень сильно, как же, побежал, типа, что побежал, прям такое ощущение, что за ним пираты гнались. Вот, и он, короче, скрылся и сказал, что он уехал в Лондон. Она просто была в шоке, она в недопонимании, потому что всё-таки она с ним договорилась, и всё-таки она знала прекрасно, что она с ним должна ехать в Лондон. А тут оказывается, что она осталась одна, что придётся теперь ей самой ехать в Лондон. Ну, тут, понятное дело, что её муж, не тот ещё тоже, такой бы прям мужичок, я же говорю, такой уж старичок уже был, тоже пальцем не делан был. Он, короче, что вы думаете, что он решил сделать? Он, короче, решил её продать на аукционе, чтобы типа какой-то вот именно иметь хорошую денежку за неё, вот, а потом ему по барабану. Если она осталась одна, тот убежал, понятное дело, что он уже её не хотел к себе возвращать, и он решил типа её продать на аукционе. Вот вы представьте, это, конечно же, полнейший просто на просто шок. Он, короче, её, он договорился типа с этим акционистом, который вот это с молоточком стоит, вот, и он, короче, её приволок же на эту сцену, её, короче, взяли, именно, на шею, поцепили в шнур, короче, такого, именно сделанного из каната, и, короче, её промдёргали, как именно, как корову, понимаете, чтобы она никуда не убежала, и чтобы она стояла ровно, вот вы представьте. Вот, и если она где-то там шевелилась, и типа, что где-то хотела там, типа, где-то отойти или ещё что-то, то её, короче, за этот шнур, короче, за шею дёргали, короче, чтобы она стояла на месте и не шевелилась, вот такой вот вариант, вот вы представьте. Вот, тоже, конечно же, все просто, такая вот прям дивина, потому что такая вот редкость, и потому что очень, ну, не было такого, чтобы женщину продавали, да, продавали свиней, коров, лошадей, и так дальше, да, такой вот, как-то вот акцион был, именно, более животных, ну, чтобы именно, людей продавали, такого не было, вот, и это, конечно же, когда-то очень давно, такое, как-то у них приветствовалось, ну, очень давно, кстати, а тут резко, вот, такая вот ситуация, опять вот и появилась, и она, конечно же, в шоке, она в расстройствах, хотя она не подала никакого в виду, она не собиралась ни плакать, ничего, она очень такая была сама по себе, и гордая, хоть она и бедная, как говорится, да, что жила сколько лет в нищете, потому что ей как раз было уже 21 год, и она тоже руки все в мозылях, и она грязной работы не боялась, и тут же понятное дело, что акционист уже начинает уже говорить, что такая вот, кому нужна жена, вот, что она детственница, и что она ничего не боится, она работает, и не боится грязной работы, она такая же сильная, как и мужик, что и как мужик работает на поле, так и она будет работать с ним на поле, типа, что, типа, в равном, в равных силах, вот вы представьте, типа, что она, э, может вести бухгалтерию, так же, как вот и у своего, типа, мужа вела бухгалтерию, вот, ну, всем это было неинтересно, всем было интересно, чтобы она показала грудь, э, чтобы, там начали над ней издеваться, а почему она действенница, что, наверное, такая плохая в кровати, или то, что она обрекалась, или то, что уже у него, наверное, уже ничего не стояло, именно то, что так вот именно издевались над ней, вот, то хотели, чтобы она, то наголо, что раздели, вот такое вот, знаете, издевательство, конечно же, этого такого не было, потому что акционист, он там начинал ругаться, вся, ну, именно с, и, с этими людьми, чтобы они себя культурно вели, и так себя не, ну, типа, не говорили такие, какие-то неприятные слова, никакие-то пристойности неприятные, и так дальше, да, и все прочее, но никто ничего не слушал, и там ее просто обзывали, как могли, и я же говорю, там просто такое ощущение, как она говорила, что она стояла, и такое ощущение, что ее продают как корову, потому что начали, короче, там уже, чтобы она рот открыла, чтобы показывали ее зубы, понимаете, просто как вот, у Роксолана Чудли, понимаете, она, я же говорю, такое вот было состояние, короче, издевались над ней, как могли, вот, и понятно, что все там кто, то три песа, кто-то четыре песа, там, то восемь песа, и тут как раз ехал Маркус, именно на лошади, вот, его, конечно же, все шарахались, потому что он очень сильно пах навозом, вот, но он тут увидел, что его начало раздражать, то, что он не может, не может проехать лошадью, именно по рынку, потому что прям, полный завал людей, и все же, где-то там буном стоят, на каком-то акционе, и что-то там прям, продают, он не мог определиться, что же там такое прям продают, что прям такой, прям жиотаж, он спрашивает, что там продают, и видит такая вот барышня, ну, женщина, которая, говорит, похожа на бульдога, прям, говорит, он типа вспомнил свою собаку, потому что действительно была похожа, как на бульдога, вот, тройной подбородок, он у нее спросил, она типа такая, типа фыркнула, типа, как еще услышала, как он приятно очень пахнет, то вообще, короче, посмотрела на него, на него и убежала, вот, он, короче, постарался как-то поближе, как-то подъехать, и он тут замечает, что же тут продают, именно Элис, вот, и он стоял и наблюдал эту всю сцену, и по поводу издевательства всего, да, и тоже, что видишь, что предлагали там и восемь уже песа, тут уже один мужик, который такой тоже уже немолодой, такой уже тоже где-то под шестьдесят чем-то лет, он был мясником, тоже такой вот именно стоит, такой весь в фартухе, весь в крови, пахнет, короче, падалью, ну, потому что, ну, вот именно мясник, и понятное дело, такой, типа, что тоже полулысый, зубы желтые, такой еще плюс, далее, ну, такой прям, именно, что, так расписали этого чувака, что прям действительно, что же можно истошнить от этого всего, честно, наверное, непонятно, что лучше, лучше бы навозом бы пахло, чи лучше бы падалью пахло, и просто этот чувак дает, короче, 18 песо за нее, и тут же понятно, что больше всего, конечно же, он дает эти песо, значит, все оказывается, что все-таки будет она жена его, и он же там же прям же тоже планировал, там же радости были полные штаны, потому что, как же, тут же молоденькая такая, это еще плюс нетронутая, тут вообще просто большущий плюс, ты еще за такие, типа, копейки купил такую вот барышню, да, вот, но тут же же этот постоял, ну, Элис как увидела, кто заплатил за нее 18 песо, он просто, она просто была в шоке, она уже, честно говоря, она уже жить не хотела, и тут же Маркус сидел, сидел, и тут такой хоп, резко говорит, я даю 50 песо, все такие в шоке, и сразу такой уже, типа, все продано, типа, за 50 песо, она так и не поняла, кто ее купил, потому что, понятное дело, что именно из этого села, никто не выбросит такие деньги, потому что никого таких денег не было, даже у ее мужа, он никогда в жизни не держал такую сумму денег у себя, потому что она вела бухгалтерию, она прекрасно понимала и знала, какой у него доход, и какая у него сумма, вот, ну, тут же, конечно же, начали за этот поводок ее тащить именно из, ну, именно из сцены, и так этот поводок и не снимали, короче, шею натерли, шея вся в синяках, именно от этого поводка, это что-то с чем, я же говорю, просто как скотину вели, вот, и Маркус как смотрел, он просто был в шоке, потому что он никогда такого не видел, чтобы продавали людей, и потому что, ну, у них, допустим, он сам из Лондона, и такого никогда ничего не было, вот, и он никогда даже не видел такого, и не слышал такого, и даже, где он, в каких бы там, не был бы в поселках, ну, такого он не видел, а тут просто у него шок, что какая-то задрипанная деревня, и вот так вот именно, как он говорил, и типа, и просто, и издевались на деревнях, девушке, и продавали, как просто, лошадь, потому что, действительно, как лошадь продавали ее, и зубы смотрели, и чуть ли, я не знаю, чуть ли уже и в попу не смотрели, вот, в таком вот варианте, и тоже же ее ведут же, она не может понять, кому, кто ее купил, она просто в шоке, она очень боялась, потому что, чтобы опять, не попасть кому-то в руки, какому-то сбочинцу, и так дальше, вот, и когда подвели, и тут получается, что все спрашивают, и кто же ее купил, и где же же этот ее муж, потому что, получается так, если он ее покупает, значит, там есть бумага, расписка идет, то, что, он ее купил, и автоматом он передается так, что он становится ее уже мужем, не просто, как там, как слугу он ее приобретал, а он приобретал себе, как жену, в таком вот варианте, потому что ее продавали в виде жены, а не в виде прислуги, хотя, если даже в виде жены, но все равно была, как прислугам, она так сказать, только еще плюс, еще, и, понятное дело, что надо было еще, исполнять супружеский долг, вот, вот, когда он подошел, все, она как увидела, она немножко, конечно же, с одной стороны, она была довольная, со второй стороны, она была не очень довольная, потому что, вроде смотрит, что вроде и молодой парень, и вроде не молодой, потому что он был, ну, типа с бородой, и плюс, очень сильно от него пахло навозом, вот, и она подумала, что он, ну, вроде, ну, если заплатил такие деньги, понятно, что он не бедный, но такое ощущение, что он год нигде не мылся, и не собирается он мыться, потому что, от него прям штынило, так штынило, именно этим навозом, но он этого не давал вида, он себя очень как всегда гордо себя вел, ну, граф хотя, конечно же, он этого никому и не говорил, что он граф, даже никто и не думал что он граф, просто думали, что такой какой-то вот именно богатенький чувачок вот, но он, конечно же, расписался все, вот и, короче, ее забрал и получается так, что он ее на лошадь к себе не посадил, потому что ну, не было и места, хотя, может и было места, но понятно, что он и не хотел, и плюс он же шпаг навозом он весь был в навозе, ну, куда тоже ее, типа, садить возле себя и получается так, что он тут повязку тут снял, наконец-то она, наконец-то, осталась без той повязки, и просто он ехал на лошади, она возле него и шла, вот и, как раз, это еще плюс была зима вот, и, как раз они уже вышли с этого села вот, начала вьюга очень, конечно же, начало холодно и, просто, он прекрасно понимал, что и так будет очень долго ехать, потому что они собирались ехать именно в этот в Шотландию, именно в его этот в его дворец, потому что получается, почему так, потому что он, вообще-то, жил в Лондоне он с многими, он со своими родственниками именно поссорился, поругался и, короче, он решил от них уехать и просто именно просто ездить по всяким местам, да, просто именно побыть одному вот, и пожить одному, и понятно, что тут уже он ее купил, и где он будет жить понятное дело, что он в Лондон не собирался возвращаться он решил, конечно же, поехать типа, в свое поместье именно в Шотландии там никто не жил, там просто были слуги, просто чтобы поддерживать именно вот это это поместье и на этом все и этот раз он решил просто уже жить там, чтобы не видеть родственников и даже не ехать в тот Лондон и получается так, что они шли, а потом понял, что дела не будет, потому что надо будет и вообще чтобы доехать в Шотландию надо было ехать три недели вот, а тут еще плюс она пешком, понятное дело какая там три недели к тому же, она была уже месяц ехать если доехать, то еще плюс и зима вот, метели и все прочее и он говорит, так, ты здесь оставайся а я сейчас приеду и он, короче, ускакал и назад обратно в деревню она, конечно же, была в шоке она была в расстройствах она не знала, что делать и, честно, она уже хотела и убегать она понимала прекрасно, что куда ей убегать у нее не было родственников не было родней и кому она уже была нужна она никому уже не была нужна она стояла и тут понимает, что кто-то ее зовет смотрит а это, короче, ее мужа бывшего уже да, его дочь которую именно вот она ее воспитала вот, она уже взрослая она уже была замужем и она как раз еще была и в положении вот, она прибежала к ней она говорит, боже, такая зима что ты так далеко отсела здесь делаешь я не могла с тобой чтобы не попрощаться я не могу как так получилось она типа, что все я нас обиделась я с ним больше разговаривать не буду вот и так дальше не только видит, что подъезжает уже типа, как уже типа, не до муж потому что понятное дело, что он ее купил но он не считал, что она его жена и так дальше ну, понятно, как он граф как он может купить и сразу, чтобы она была его женой понятно, что такого не может быть вот и в том плане, что когда он приехал она увидела, что возле нее еще плюс он взял лошадь ну, это была лошадь типа в виде как пони такая вот небольшая лошадь просто-напросто, что не было в данный момент нормальной лошади вот и за это вот пришлось ему приобрести именно вот эту лошадь мини-пони понятное дело, что эта лошадь тоже она была не такая уж и молодая плюс она и маленькая и тоже будет медленно идти но все равно лучше уже на лошади такой ехать, чем она будет идти пешком вот и тут же, как вот эта же типа дочь бывшего мужа типа увидела этого Маркуса начала нам это накинулась типа, что типа, что отдайте мне ее она будет жить со мной типа, что куда вы ее везете ну короче там такие были короче скандалы ну короче они друг друга определились он сказал, что с ней ничего не будет плохого все будет хорошо она будет жить припевать и все отлично ну короче они распрощались она села на эту лошадь конечно она была в шоке потому что она не понимала как ехать на этой лошади плюс почти каблуком она именно что по земле почти как говорится она вроде и едет на лошади но такое ощущение что она еще плюс и идет вместе с лошадью потому что все именно что каблук все равно об землю торкался вот ну они так и шли ну так и не решили хотя бы в таком вот варианте как-то вот ехать так еще вижу время есть и они так ехали ехали и понятно что уже начинается уже темнеть и еще никак не могут никуда не доехать к следующему селу и тут они решили немножко как-то вот ускорить а ускорить никак не могли потому что понятное дело что пони она не может так быстро бегать как его лошадь и вот и ну наконец-то как-то вот они доехали к одному селу увидели таверну и сначала заехали они поставили лошадь в стойло и сами пошли в таверню вот там же конечно же чтобы и покушать и переночевать чтобы утром опять же сесть и поехать и тут же давай же он решил Маркус приобрести две комнаты чтобы по отдельности ну а оказалось что нету мест только осталась одна всего лишь комната и тут хотелось бы не хотелось пришлось конечно же приобретать всего лишь одну комнату вот вот Продолжение следует...